Всем добро пожаловать на мой стилистический-ногтевой канал, но здесь мы не делаем маникюр, здесь мы обсуждаем другую интересную сферу, другое ногтевое направление, точнее направление в нейл-индустрии. Это накладные ногти, это стилистика ногтей, это стилисты, это дизайнеры ногтей, также это и образы, под которые надеваем ногти, обсуждаем селебрити, модные интересные тренды, новинки и многое другое. В этом видео мы будем с вами рассматривать, я вам покажу образ Ники Минаж на ее премию MTV. И здесь я хочу поднять одну очень сильно актуальную для меня, я думаю, будет для многих мастеров и для тех, кто хочет создавать накладные ногти, даже если вы не мастер, потому что этим может заняться абсолютно любой человек, тема актуальности, популярности накладных ногтей, стилистики ногтей и этой сферы в целом. Я вам покажу свой анализ, который я провела через ногти Ники Минаж, а конкретно через ее мастера, который создавал для нее эти ногти. Когда я это увидела, я начала размышлять на эту тему, потому что там есть один очень интересный моментик, который я решила проанализировать и об этом рассказать. И давайте сразу посмотрим на образ Ники для премии MTV. Я буду немножко подкрадывать свой планшетик. Ники у нас в розовом платье, в платье такой невестушки с фатой. Платье также является у нас в тренде. Оно так называемое голое платье, которое очень популярно. Такие стили платьев сейчас очень актуальны. Ники, конечно же, не могла обойти этот тренд стороной. Видим на нем небольшой корсетик и также прозрачную юбку. Многие селебрити за фюжом предпочитают этот вариант. Платье у нее от Dolce, очень красивый эскиз. Мне всегда нравится смотреть эскизы у брендов, когда они их выкладывают, когда они еще показывают свои процессы создания различных платьев. И теперь, что касается ногтей. Ногти у нее большие, длинные, макси-стилеты с фретчем и с кристаллов. Это настолько невероятно красиво. Я считаю, это действительно красиво. Многие могут со мной не согласиться. Опять могут поступать вот эти странные, уже неактуальные, уже какие-то глупые вопросы, на мой взгляд. Типа, а как с ними что-либо делать, особенно свои какие-то там интимные вещи. Но я думаю, что кто меня смотрит, не будет задавать таких вопросов, потому что мы с вами на одной волне. И мы это понимаем, и мы знаем, как носить такие ногти. И как носят клиенты, либо люди вообще, да. Ну, это же просто логично. Стилеты у нее размером прям вот супер-супер XXL. И конкретно в ее оболе это смотрится очень классно. Ногти сразу же видно. Ногти сразу же бросаются в глаза. У Ники, в принципе, такой стиль. Она, в принципе, всегда так себя проявляла. Она всегда носила такие вызывающие, прикольные, классные, какие-то интересные ногти. Если посмотреть ее подачу, ее образ в целом, то есть как она себя подает. Посмотреть ее деятельность, посмотреть ее тот же самый инстаграм. То там можно увидеть, какие ногти она предпочитает. Я часто заходила, например, на нее страничку и часто видела в историях вот ногти подобного плана. То есть здесь они подходят не только под ее платье, но под ее саму, под ее личность, под ее внутреннее состояние, под ее деятельность, под ее вайп, под то, как она хочет проявлять и какие ногти она хочет носить. Вот в этом еще состоит и основная главная фишка, так скажем, стилиста ногтей, что он подбирает ногти не только под образ, но и он должен уметь считывать и понимать самого клиента, подобрать ему ногти, те, которые ему действительно подойдут под его личность, под его проявление. Вот в этом есть некий такой маленький моментик различия от мастера маникюра до стилиста ногтей. Это не хорошо, не плохо, это просто такой факт, что у каждого свой род деятельности. Теперь давайте рассмотрим мастера, девушку, которая создавала для нее эти ногти. И вот сейчас будет много фактов, интересных предположений и моего анализа, почему накладные ногти популярны, актуальны и почему это направление может разнообразить рабочие будни, например, мастера маникюра. Так вот смотрите, когда я зашла на страницу мастера, а я часто это делаю, когда провожу ресерч, например, для своего телеграм-канала, в который я скидываю различные подборки ногтей селебрити. Ногтей модных журналов, ногтей для брендов, одежды и для других. Я провожу очень большой анализ, я захожу на различные аккаунты мастеров и я смотрю, как, что, кто делает. И вот здесь мне очень понравилось то, что, во-первых, если мы посмотрим на страницу девушки-мастера, которая создавала для Ники накладные ногти и пролистаем немножечко ее прям практически до конца. Кстати, сейчас я заходила, вот недавно перед видео, когда готовилась, к нему собирала материал, то достаточно мало у нее стало работ, было намного больше раньше. Я уже заходила на ее страницу давно, немножко она поудаляла, но все-таки все равно контекст, я думаю, понятен. Работа стала чуть меньше, но они все те же самые как бы сохранились в плане ее стилистики и подачи. Так вот здесь фишка в том, что, пролистав ее инстаграм, когда я зашла, когда я увидела ногти Ники, я поняла, что там нет совершенно накладных ногтей. У мастера, которая создала накладные ногти для Ники Минаж, в аккаунте нет накладных ногтей. Там вообще нет нигде упоминания, так скажем, в ленте, именно в ленте, в фотографиях о том, что человек создает накладные ногти. Вот в этом, с этого начался мой главный вопрос. А как, а почему, а вообще как это произошло? И я начала проводить уже свой ногтевой анализ, исходя из своей деятельности, исходя из различных фактов, так скажем, в мире, в нашей ногтевой, в принципе, индустрии. Фэшн индустрия, в принципе, вот из трендов различных, которые идут за рубежа, я начала понимать, что вообще происходит и как это может помочь, да, например, мастерам. Основной мой здесь посыл будет состоять в том, что, смотрите, во-первых, я начну с того, почему идет вообще актуальность накладных ногтей. Начну сейчас издалека, а потом вернусь к этой же теме, к мастеру, чтобы было понятно, чтобы сделать вот такую вот логическую цепочку и довести ее до моего вот этого анализа, до фактов, которые я буду приводить. Именно из мастера Ники Минаж, который создавал для нее ногти. В общем, почему я считаю, что я вижу, я считаю, я знаю о том, что накладные ногти – это тренд, и который вбивается постепенно в нашу nail-индустрию. Во-первых, это все началось уже достаточно давно, за рубежом, я уже об этом несколько раз рассказывала и в своих других соцсетях. Начиная буквально где-то с пандемии, за рубежом образовался такой массовый тренд на накладные ногти, потому что у них намного все было строже с тем моментом, чтобы создавать, чтобы делать девочкам маникюр. Там намного строже, нежели чем у нас, я думаю, вы понимаете, о чем я то, как делал в пандемию маникюр и кто куда ходил. Там немножечко дела обстоят с этим намного строже. И мастера начали выходить из положения таким образом, что начали активно создавать накладные ногти на заказ. В салоны ходить нельзя, все закрыто, все строго, проверки и все такое. И я читала о том, что некоторые мастера буквально корзинами, пачками, большими коробками отправляли эти ногти для своих клиентов. И вот так постепенно немножечко, да, все мы знаем, как работает сарафанное радио, как работают подружка одна сделала, вторая повторила, так скажем, вторая, третья узнала, где я хочу тоже. И вот так вот все начало постепенно закручиваться, выкручиваться. Это вот что касается таких клиентских работ, да, где-то повседневная носка, например, накладных ногтей. И постепенно все мы знаем, что тренды к нам приходят из-за рубежа. Это все начало доходить и до нас. Теперь второй небольшой факт, почему накладные ногти популярны. Когда я только начинала заниматься накладными ногтями, вообще вникать осознанно в эту сферу, это было года почти два назад, год-полтора, вот так вот. На тот момент, во-первых, не было вообще совершенно на маркетплейсах какого-либо разнообразия подложек, из которых изготавливаются накладные ногти из типс. Сейчас же мы видим большое разнообразие. И я постепенно периодами, да, начинаю замечать. О, одна форма появилась, вот вторая длина появилась, например, очень активно в маркетплейсах. То есть не только у нас гелевое наращивание, но это также для накладных ногтей. Перейдем дальше к следующему факту, потому что, опять же, я начинаю видеть у своих коллег, я начинаю видеть на Авито, видеть везде, ну не везде, так скажем, а намного чаще и больше со тех времен, как я только начала. Я начинаю активно замечать, что мастера действительно понимают, что это тренд. И многие начинают заниматься накладными ногтями. Я вижу очень много объявлений разных. Я вижу часто девочек-мастеров, которые добавляют к себе эту услугу наравне с маникюром, говорят о том, что я теперь тоже создаю накладные ногти, что я могу и умею. Я стала видеть это намного больше. А я очень сильно слежу за этим направлением, так как я сама в нем нахожусь, мне это интересно, меня это интересует, я этим горю. Поэтому, конечно же, я все эти моменты заменчаю и учитываю. И то есть с того времени, как я только начала, это все настолько выросло, и это действительно так происходит. И также, так как я провожу курс по созданию накладных ногтей, так как я занимаюсь таким вот креативным творчеством, люди это видят. Также я провожу консультации, и все больше, все чаще люди приходят, обращаются, покупают курс, интересуются, выходят со мной на связь по этому поводу. Потому что у меня очень такой креативный контент, и там много всяких разных прикольных, интересных работ, которые я делаю, особенно из нестандартных материалов. Такое мало кто видит, поэтому людей это цепляет. И я замечаю, что девочки все больше, чаще пишут, обращаются. Это тоже такой интересный момент, который вот все эти три факта подкрепляет то, что накладные ногти возрастают, возрастают, возрастают. Это популярность, актуальность этой сферы. Также это касается и наших таблоидов, наших изданий модных, информативных, которые вообще, в принципе, как-то начали писать о том, что делать статьи, о том, что накладные ногти существуют. Потому что, опять же, как только я влилась в эту сферу, я сразу же начала изучать, в том числе и модные издания, информативные источники, которые пишут разные статьи о моде, о культуре, обо всем вот этом вот наследие. И о всех этих модных фэшн направлениях. И недавно, буквально, вот я увидела у нашего издания Blueprint, которые загрузили статью о накладных ногтях. Что это тренд, что это тренд из нулевых, который к нам вернулся, захватил Интаграм, захватил ТикТок, захватил красные дорожки. Так как многие селебрити наши, в том числе, начали активно пользоваться этой услугой. Вот еще один момент, то есть таблоиды селебрити делают. Можно заметить, я вот, кстати, то, а также пишу и о наших, недавно они уж увидела, да, в накладных ногтях. Так, многие девочки делают накладные ногти, не буду сейчас опускаться в эти подробности, можно зайти в мой Телеграм, там посмотреть. Также еще одно издание Бюро 247 недавно выпустило свою статью о стилистах, о дизайнерах ногтей. То есть это статья о селебрити-стилистах, и такие тоже есть. То есть это селебрити, ногтевые мастера, селебрити-нейл-артисты, которые создают накладные ногти. И маникюр тоже в том числе, наращивание и накладные ногти для селебрити. То есть вот еще один небольшой фактик того, что многие уже, вот смотрите, обращают внимание, да. То есть у нас же тренды, как с нами происходят. Ну, например, это как-то за рубеж влияет. Это влияет на селебрити, то есть все спускается сверху вниз. Не буду также сейчас обсуждать тему, как формируются тренды, как происходит анализ трендов. Какие тренды бывают, об этом тоже можно поговорить со мной на личных консультациях. Я об этом всем рассказываю, как за этим всем следить. Просто обозначу то, что все как бы идет сверху вниз. То есть из верхушки в массы, так скажем. И вот как раз-таки на это все влияют наши информативные источники и наши селебрити, да. С другой стороны влияют мастера, которые начинают заниматься этим творчеством. То есть вот так все постепенно доходит, доносится до людей, до тех, кто не носит накладные ногти. Потому что мало кто знает сейчас у нас о том, что есть такая процедура. Потому что даже у меня недавно было такое, я снимала видео, что я выходила на улице. И я девочкам мерила на улице накладные ногти. Мне было интересно, знают ли вообще о том, что существует такая услуга. И со всеми, с кем я разговаривала, со всеми, с кем я встречалась, это было много людей. Я ходила полдня, чтобы снять видео. Никто не знал, просто никто не знал из тех, кого я встречала. Либо знали, но где-то делали там, знаете, в детстве, клеили накладные ногти. Либо просто где-то слышали о том, что реально есть мастера, которые создают дизайнеры, стилисты ногтей. Что существует стилистика, никто про это не знает. Поэтому сейчас, конечно же, такое небольшое время лежит на мастерах, если кто-то хочет активно продвигаться. Доносить правильно, доносить грамотно о том, что вы делаете, что вы создаете накладные ногти, что вы это можете, что вы это умеете. Потому что многие люди об этом не знают. И всё это происходит через мастеров, через сарафаны радио, через другие тоже различные способы, методы, инструменты продвижения. Также я, кстати, конечно же, высказываю об этом на курсе, об этом есть огромный инфогайд у меня на курсе. И также отдельно его можно приобрести и записаться на консультацию, если у вас с этим сложности. И давайте теперь вернёмся теперь снова к ногтям Ники Минаж. Почему я так зацепилась за этот случай? Почему мне стало интересно провести именно этот анализ с ней? Здесь у этой девушки, её зовут Миралина, у неё есть один интересный момент в её профиле, так как у неё есть свой определённый стиль в работе. Там представлено в основном наращивание, и наращивание достаточно хорошее, достаточно очень качественное, потому что всё-таки есть стереотип, что за рубежом делают ногти не очень. Но мне кажется, он уже постепенно начинает рушиться, потому что и стиль подачи ногтей начинает изменяться. Как-то к этому начали проще относиться, и многие даже у нас начали к этому проще относиться. Уходит вот этот вот тренд на вылизанные супер-кутикулы, на супер какую-то педантичность в ногтях, мне кажется. Сейчас вот все на форме crazy-crazy, как-то вот так. Конечно же, это большие разные такие полярности. Кто-то до сих пор любит, чтобы всё было очень эстетично, очень красиво. Кто-то любит наоборот, чтобы было всё такое вот в перемешку. Тут уже у каждого личное предпочтение. Но немножко всё-таки чуть-чуть идёт какой-то вот подломчик в этом плане. Вот смотрите, представьте себе, что исходя из того, из тех фактов, которые я сейчас привела о том, что накладные ногти – это актуальное трендовое направление, которое вливается и которое будет вливаться. Просто нужно чуть-чуть подождать. И это будет 100%. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что мастерам будет выгодно заниматься такой дополнительной деятельностью. Во-первых, потому что её можно делать абсолютно в любом месте, так скажем, не только у себя где-то в студии, но и просто дома, потому что это дистанционная работа с заказами, дистанционная работа с клиентами. Выгодно также тем, что можно использовать абсолютно разные материалы, притворять в жизнь все свои идеи, которые давно копились, которые невозможно сделать в клиентском маникюре. Особенно использовать какой-то нестандартный материал. И тем самым также привлекать аудиторию на свою страницу. Своим творчеством показывать себя не только как мастер клиентского маникюра, но и как дизайнер, как творец. Показывать свою личность, а у многих мастеров с этим проблемы, потому что очень сложно показать мастеру свою личность в профиле, потому что все привыкли выкладывать только клиентские работы. Мало кто ведёт блог в аккаунтах мастера маникюра. Вот так вот личный, живой, такой активный, где видно самого человека. И как раз-таки через накладные ему ногти это можно очень активно делать и не скрываться за чужими работами. А чужими я имею в виду то, что когда мастер выполняет заказ клиента в клиентском маникюре, например, да, я хочу там какой-то цвет, дизайнер, ну, вы поняли, да, что я говорю. У него состоит профиль из абсолютно чужих людей, из абсолютно чужих идей. Это не его идеи, которые он придумал, которые он сделал. Это идеи людей, которые ему принесли ногти, да, он их выполнил. И здесь очень сильно теряется личность мастера маникюра в этом. И как раз-таки через накладные ногти можно свою личность показывать, потому что можно делать это быстро. Не нужно звать, например, каких-то моделей на то, чтобы сделать какой-то дизайн, который вы очень сильно давно хотите, но нужна модель. Вы это сделали, вы это выложили, вы это показали, вы показали себя, вы показали то, что вы придумали, то, что вы сделали сами. И выложили то есть свою личность, свою творческую сторону. В этом еще состоит небольшой плюс, конечно же, накладных ногтей и выгода для мастера. И также, если мастер ведет свой профиль очень активно, да, даже, кстати, через клиентские работы, конечно же, вырабатывается определенный стиль. Именно в наращивании, именно в покрытии. Все равно, когда заходишь к активному мастеру на страницу, видно то, что он делает, видно его определенный стиль в работе. И здесь может быть такой случай, что исходя из тех фактов, которые я привела, что накладные ногти актуальны, что это тренд, который постепенно вливается в нашу нейл модную, в принципе, в нашу жизнь. К человеку может поступить заказ на накладные ногти, даже несмотря на то, что у него в профиле нет накладных ногтей. Вот и все. Просто потому, что люди начинают узнавать, потому что люди узнают о том, что существует услуга накладных ногтей. И даже какой-то ваш клиент, который, например, у вас делал всегда только покрытие гей-лак, захочет когда-то снять этот гей-лак, возможно, и перейти на то, чтобы вообще не носить покрытие. Но иногда ему могут понадобиться накладные ногти, и он как раз-таки может обратиться с этим к вам, потому что он знает, что вы делаете накладные ногти, и вы тогда не потеряете клиента. Он все равно у вас останется, даже если он захочет снять свой гей-лак, но он закажет у вас накладные ногти, потому что он где-то слышал, исходя из всех разных каких-то источников, что где-то там что-то, накладные ногти, появилась такая новая сфера. Слушай, а ты делаешь накладные ногти? Я хочу снять свой гей-лак. Или, слушай, у меня есть подруга, я ухожу, например, к тебе на маникюр, ты делаешь только покрытие наращивание, но у меня подружка слышала, например, что где-то там, короче, есть такая услуга накладные ногти. А ты умеешь такое делать? Мастер, который делает только клиентское покрытие гей-лак и наращивание. А он такой, нет, я не умею, я не знаю, я не знаю как, я не знаю что, я не знаю, какие материалы, я не знаю, что использовать, я не знаю, как сложить, я не знаю, какой отправить заказ. То есть начинается такая вот каша в голове, так скажем. То есть исходя из того, из всех фактов, опять же, повторюсь, которые я привела, может сложиться такая ситуация, потому что люди, которым нужны ногти накладные, потому что они начинают об этом узнавать из разных источников, могут клюнуть на тот дизайн мастера, который у него есть уже в профиле. Потому что куда люди пойдут за тем, чтобы делать накладные ногти? Конечно, они пойдут к людям, кто вообще, в принципе, делает ногти, то есть к мастерам. И поэтому, исходя из всего, мастерам будет очень выгодно уметь создавать накладные ногти. Даже мы возьмем, опять же, этот случай с Миралиной и Ники Минаж. Ногти Миралины, в принципе, в стиле Ники, потому что я, как уже говорила, я смотрела, что любит носить Ники на ногтях, это вполне в ее стиле. То есть аккаунт Миралины вполне подходит. Я не знаю, конечно же, каким образом, например, Ники узнала об этом мастере. Аккаунт вроде бы раскрученный. Но даже если, например, они не знакомы, даже если это не сорванное радио, и не какое-то, опять же, знакомство, какие-то взаимные контакты через их знакомых, агентов, селебрити и все вот эти вот моменты, тоже может сложиться такая ситуация, что, допустим, грубо говоря, Ники Минаж смотрела профиль мастеров, и она такая, о, прикольные, классные ногти, например, наращивание. А я хочу такие накладные. И я пишу, например, этой Миралине и заказываю мне накладные ногти. Потому что я знаю, например, вот я Ники, например, я знаю, да, что... Кстати, еще сейчас момент расскажу. Я знаю, что существуют накладные ногти, я сама это несколько раз носила, и мне нравится стиль этой Миралины. И я хочу, чтобы именно она мне сделала эти накладные ногти, потому что мне понравилось, как она делает. То есть, если так подумать, так покрутить в голове, немножко проанализировать, то вот такие подобные ситуации могут случаться. И теперь еще один классный момент про Ники Минаж. Это то, что она запустила свой бренд накладных ногтей. Он называется Pink Friday. Розовая пятница. И как? Я просто была в таком восторге, когда я увидела, потому что я так настолько люблю эту сферу. Я даже немножко растрогалась рассказ по этой истории. Действительно, это правда. И когда я увидела, что человек, который сам любит ногти, он создает селебрити, да, на свой бренд накладных ногтей, это так классно, это настолько мимо и круто. И там такие уже прикольные видео, классные коробочки, классная упаковка, классное внутри содержание, классные прикольные дизайны. Кстати, на Медгала Ники была, оказывается, в своих накладных собственных ногтях, которые у нее в производстве, которые у нее есть в продаже. Я, кстати, записывала, когда обзор на Медгала, я сказала, что они скучные. Но действительно, я не переобувающе, не меняю своего мнения, что мне хотелось бы на ней увидеть в этом образе что-то поярче, что-то прикольнее, что-то такое прям в ее стиле, вот в стиле вот Ники вот этого, что-то длинное, стилеты какие-то там. Понарядный маникюрчик мне хотелось, короче, на ней видеть. Но теперь я понимаю, что, возможно, она специально может быть надела свои ногти, накладные своего бренда на этой Медгала. Может быть, она, кстати, постила это в своей соцсети, что она наряжается, надевает ногти своего бренда. Это очень мило, это очень классно. Я очень люблю, когда происходят подобные вещи в моей, в нашей с вами нейл модной индустрии. И вот такой небольшой анализ у нас с вами получился образа ногтей, накладных ногтей для Ники Минаж. Я продолжу следить, конечно же, за развитием событий в нейл-индустрии, в мире ногтей, в модной индустрии, в стилистике. И буду рассказывать об этом вам. Так что подписывайтесь, подписывайтесь на мои другие аккаунты в Телеграме, в той сети, которую нельзя называть. Также я еще есть в Пинтересте. Также я, конечно же, приглашаю на курс, приглашаю на консультации по стилистике, по накладным ногтям. Консультации у меня, кстати, тоже есть и по стилистике одежды, так как я еще являюсь стилистом одежды. В своем инстаграме я собираю часто модные образы с ногтями и с одеждой, с аксессуарами. Все подбираю, все очень красиво. Поэтому, кстати, можно также заказывать накладные ногти под свои образы вместе с разбором, например, гардероба. Для тех, кто не носит покрытие, мы можем с вами создать, например, какие-то ногти прям под конкретный ваш образ. Вообще различного, абсолютно различного варианта, даже с росписью, даже как какая-то конкретная стилизация под какой-то конкретный образ. Можно переносить принты с одежды на ногти, потому что это, кстати, тоже очень модно, тоже очень популярно. Во многих показах брендов я видела такой приемчик, когда принты в одежде переносились на аксессуары, например, на шарфы, на сумки, на колготки. И также можно делать и с ногтями, если у вас, например, какой-то даже мультперсонаж ваш любимый на футболке, можно сделать с ним ногти, и вы будете надевать ногти с этой футболкой, и все будет очень круто, классно и прикольно смотреться. Также, как я уже сказала, записываться на разборы, на подборки модные, именно что касается стилистики одежды, и, конечно же, подбирать накладные ногти под какие-то конкретные случаи, делать ногти на повседневную носку. В общем, очень много всего, что можно придумать, все это решается индивидуально, все решается конкретно с каждым человеком, под каждого человека. Также, конечно же, я разбираю стиль, и уже смотрю конкретно, что подойдет именно для вас. Поэтому всем до новых встреч! Как я люблю говорить, берегитесь свои ногти и своих близких, потому что это очень важно. Очень рада всем, кто смотрит это видео, кто сейчас со мной, кто находится со мной на одной волне ногтевой стилистической фэшн-модной, на волне красоты. Ставьте лайк обязательно этому видео, пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы, и я буду на них отвечать. Было очень приятно поделиться с вами своим небольшим таким анализом. Всем до новых встреч! Всем пока!